В последнее время, на последних собраниях, летних собраниях, было очень много важных тем. И я еще раз говорю, если вы уезжали в отпуск, на дачу, постарайтесь послушать те проповеди, которые вы пропустили. Было много разных важных проповедей, мы практически все их сейчас выкладываем у нас на церковном канале на ютубе. И я уже несколько раз подчеркивал, что одна из проповедей жертва насилия была. Я считаю, это очень важные проповеди, потому что об этом, к сожалению, не так часто и мы говорим. И я впервые в жизни вообще проповедовал об этом за многие годы своей проповеднической деятельности. Я никогда не слышал, чтобы об этом говорилось. Возможно, говорилось, я не слышал об этом. Поэтому я и прошу, чтобы вы не только сами посмотрели эту проповедь, но старались ее отмечать как-то у себя на ваших социальных страницах. Потому что уже редко после какой проповеди я получаю так много отзывов. И вот все последние недели мне очень-очень много женщин в социальных сетях писали и благодарили за эту проповедь. И некоторые говорили, что у них эта боль жила много-много-много лет. И во время проповеди Бог давровал им исцеление, особенно когда в конце я молился, когда на коленях был и просил прощения за мужчин, которые причинили эту боль. И некоторые говорили, пастор, мы прощаем. И говорят, как будто что-то отпустило. Поэтому я считаю, что это очень важная исцеляющая проповедь. И она необходима сегодня, потому что та проблема, которая связана с насилием, она оказалась намного более масштабной, чем я-то думал. То есть я, конечно, мы все знаем, что такое есть, как некие отдельные случаи. Но я увидел, что это совсем не отдельные случаи. Это, к сожалению, очень массовое явление, о котором очень редко и очень мало говорят, потому что это больно, это стыдно, потому что часто жертва чувствует себя виноватой. И, к сожалению, наше общество во многом делает так, чтобы жертва чувствовала себя виноватой. Есть целый комплекс жертвы. И даже некоторые пасторы писали мне, говорят, Виктор, зря ты там женщин делаешь такими белыми и пушистыми, они сами виноваты. Такое тоже есть мнение, мне очень больно слышать и читать об этом мнении. Но, тем не менее, вот так вот. И поэтому я верю, что Бог хочет исцелять много-много людей, девушек, женщин. После этой драмы, трагедии, жизнь не заканчивается. И у Бога большие планы. И самое главное, самое, наверное, первое, это чтобы ваше сердце было свободным, то есть исцеленным. Сегодня я с вами хотел бы поговорить о другой стороне той же самой проблемы, которую я затрагивал в проповеди жертвы насилия, но посмотреть на это как бы еще с одной стороны, потому что иначе, я думаю, это будет неполная тема. То есть мы должны видеть еще и другую сторону, чтобы у нас была такая объективная картина. И давайте сегодня откроем вместе с вами первую книгу Библии «Бытие» и прочитаем 39-ю главу. Здесь знаменитая история, произошедшая с одним из патриархов Ветхого Завета, с Иосифом. И вот смотрите, 39-я глава книги «Бытие», прочитаем с седьмого стиха. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною». Иосиф в то время служил в доме у Патифара, служил очень успешно, пока жена Патифара, видите, не обратила на него взоры. Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме всем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я с ее великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать свое дело, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так, «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказал ему те же слова, говори, раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, и которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Вы знаете, если та проповедь называлась «Жертва насилия», то сегодня проповедь называется «Жертва подозрения». Мы с Дианой на прошлой неделе смотрели фильм один. У нас, кстати, вот как раз на этой неделе будет ночное молодежное молитвенное собрание в пятницу вечером. Мы в 10 начинаем, да, Михаил? Вот в 10, и там у нас будут и молитвы, и там будет один из просмотров фильма. И я думаю, что, скорее всего, может быть, мы этот фильм и покажем, потому что, я думаю, это очень интересный фильм, и он очень малоизвестный. Фильм этот снят в 2012 году, то есть не так и давно. Снят в Дании. И называется «Фильм охота». В фильме речь идет о мужчине, который является педагогом, и у него проблемы с работой, и он вынужден был работать в детском саду. Его жизнь начинает только налаживаться. Там у него отношения с сыном налаживаются, работа как-то, то есть все более-менее у человека налаживается. И вдруг одна из маленьких девочек, которая ходит в эту группу, вот она как-то обделена вниманием. Есть такие непрекаянные дети, которых там до них нет дела в семье, папа занят, мама занята. Единственный человек, кто открытый, готов играть, заниматься с детьми, это воспитатель в детском саду. И она начинает к нему управлять такие знаки внимания, какие-то делает ему сердечки, хочет у него сидеть на коленях, на что педагог, как бы вот этот воспитатель, он говорит, ну как бы так старается ее отстранить, и это ее очень обидело. Обидело, что учитель не захотел строить с ней воспитателя, не захотел с ней какие-то отношения, как-то особенно ее выделять. И в конце концов она обвинила его, хотя вроде бы маленькая девочка из детского сада, но у нее там старшие братья, и она всякого насмотрелась там, что старшие братья делали в семье. Вот, и она его обвиняет в этом, как бы говорит, тут же подключаются психологи, тут же подключаются какие-то воспитатели другие, вот, и ребенок маленький не может врать, и ребенок маленький не может врать, не может врать, не может врать. Вот, и в конце концов, хотя уже даже и девочка говорит, что она придумала, но все говорят, нет, не бойся, говори, не бойся, говори. Вот, и этого человека делают изгоем. Неслучайно фильм называется «Охота», то есть на него словно устраивают охоту, когда никто не верит никаким его словам, никто не верит никаким его там заверениям, никто не верит его обещаниям. Родители этой девочки, хотя до этого дружили с воспитателем, становятся его врагами, вот, и у этого человека все в жизни разваливается, от него отворачиваются близкие, от него отворачивается семья, от него отворачиваются бывшие друзья его, от него отворачиваются, Конечно, его увольняют с работы, там следствие идет, следствие идет, и следствие идет долго, там собираются всякие факты. В конце концов, следствие приходит к такому выводу, что он невиновен, он оказался в этой ситуации невиновен, никаких фактов нет. Но что ему пришлось претерпеть за это время, когда камнями разбивали окна в его доме, когда его собаку убили, подбросили к дверям, где он жил, вот такой сюжет фильма. И хотя он невиновен, и вроде бы там, после того, как его объявили невиновным, ситуация как-то налаживается, но... Я, конечно, не буду рассказывать, о чем фильм, чтобы интересно было смотреть, но там в дальнейшем все не так просто, словно вот это пятно, от которого уже никогда отмыться не можешь, чтобы не было, на тебя смотрят с подозрением. Как в том старом анекдоте, когда, помните, ложечки-то нашлись, а осадочек-то остался. Вроде бы все выяснили, человек невиновен, но осадочек остался, который с ним уже на всю его жизнь, на всю его жизнь. И, вы знаете, вот важно также, когда мы говорим о насилии, понимать, что мы живем в мире, где грех проявляется и в насилии, и также во лжи, в том числе в ложных обвинениях человека. Не случайно, слово Божье, особенно в притчах Ветхого Завета, очень много говорится о опасности сплетен, что те, кто разносят сплетни, наушники, те, кто распространяют ложную информацию, отравляют жизнь, несут разрушение. Поэтому, слово Божье предупреждает, не будь там разносчиком на родине, не говори непроверенную информацию. Потому что, к сожалению, бывает и такая ситуация, когда человек невиновен, а его могут обвинить. И, вы знаете, наш мир так устроен, что люди охотно верят негативной информации. А вот в хорошую информацию очень трудно верить. Понимаете, мы живем в мире, где очень много нам неизвестно. Вот мы не знаем многие вещи. Ну, просто пробел. И этот пробел мы можем как бы додумать. Если мы не знаем додумать, либо додумать со знаком плюс, то есть с положительной стороны, либо додумать со знаком минус, то есть с негативной стороны. И как вы думаете, чаще всего люди как додумывают то, что не знают? Конечно, как негатив. Конечно, как негатив. Вот, например, ты возвращаешься поздно откуда-то, положим, едешь поздно в машине домой по нашему городу. И вдруг в центре города, видишь, идет брат с твоей домашней группы. И ты думаешь, ого, как поздно. И чего это этот брат так поздно идет? И сразу же, ты же не знаешь, с чего он оказался здесь так поздно. И ты пытаешься себе объяснить, почему, что это он так поздно ходит по центру Екатеринбурга. И в голову начинают лезть всякие предположения. И в основном, почему-то, это предположения какие? Негативные. Ты же думаешь, а может быть мой брат, может быть мой брат, он как-то вот дух его повел, он ходит по центру Екатеринбурга и молится за спасение нашего города. Вот об этом трудно думать. Но, чтобы подумать что-то плохое, проблем с этим нет. Тут же приходит много всяких негативных мыслей. И потом ты уже его встречаешь в воскресенье в церкви, и ты так смотришь на него. Как уже, а у тебя уже там внутри мнение сформировалось, что-то нехорошее вот он делает, да? Ты не знаешь конкретно что, и от этого еще хуже? Ты смотришь на него с подозрением, и ты начинаешь его уже уничижать внутри себя. И что интересно, когда возникают какие-то подозрения о том, что бы человек ни сделал, вот в этом фильме четко показано, все объясняются как подтверждение своим подозрением. Вот смотрите, он как-то растерялся, ааа, растерялся, виноват точно. Вот человек опешил, не знает что сказать, ааа, не знает что, не придумал еще, чем оправдать себя. И возникает вот этот негатив друг в отношении друга. Я помню, у меня у самого в свое время, вот это был где-то конец девяностых, возник в сердце, я могу назвать страх даже, наверное, страх. Когда, помните, в то время такая целая кампания у нас была в средствах массовой информации против нашей церкви, когда много писали всяких статей, передач, помните, целый шквал. Вот те, кто были верующие в то время, вы помните, когда пикеты появились у нас, когда писали, и это было, вот не просто там одна передача, одна статья, а это регулярно, регулярно, регулярно. И когда что-то регулярно делается, знаете, даже вот говорят в рекламе, чтобы у человека засело в подсознание, нужно о рекламированном товаре сказать этому человеку шесть раз. И через шесть раз он точно, скорее всего, пойдет и купит это. Ну шесть раз нужно ему говорить, 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 и он уже приходит в магазин, например, ты рекламируешь, там шесть раз он услышал название какого-то шампуня. Потом он пошел в магазин, ходит, там целая витрина с шампунями какая-то, и огромная вероятность, что он именно возьмет этот, почему он шесть раз о нем услышал. Он не знает, насколько этот шампунь лучше. Это просто в нем засело. И вот я помню, когда говорили, 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 о, о, вы знаете, мне стало даже самому страшно от себя самого. Что какой я страшный гипнотизер, и там могу гипнотизировать, и у меня возник страх, думаю, вот меня могут обвинить в каком-нибудь гипнозе, и попробуй докажи, что ты не гипнотизер. Вы знаете, поскольку мои родственники, медики, врачи, я помню, общался со своими медиками, с дядей своим разговаривал, я говорил, а может человек гипнотизировать, не зная об этом? Дядя сказал, нет, человек не может, а вот не учившись, не может. Я говорю, а вот когда много людей собралось, мой дядя сказал, вообще массовый гипноз, это недоказанная вещь. Никто из серьезных медиков, ученых не учит о массовом гипнозе. Это все больше страшилки для СМИ. Я как-то вроде бы успокоился. Но с другой стороны, я знаю, что если кто-то будет обвинять, потом, я даже помню, один из моих родственников, как-то мы поговорили по телефону, один из моих родственников, ну кто знает меня вот с детства, он говорит, Виктор говорит, а вот тут про вас говорят, пишут, это точно неправда? Я говорю, в смысле точно неправда? Ну там про гипноз пишут. Я говорю, вы хотите сказать, что я гипнотизер? Да нет, нет, ну мы просто... И мне стало страшно. Я думаю, Господи, если даже близкие люди могут так про меня подумать. Вот моя дочь знает, когда мы приходили, например, когда вот они уже выросли, она и старшая моя дочка, вот, и когда они были уже старшеклассницами, и мы ходили там где-нибудь в кофейню кофе попить. Я сидел, и я всегда очень так громко, чтобы слышал официантка, и говорю, дочка, чтобы никто не подумал, что вот тут мужик школьниц привел. Скажешь, пастор, ну а как? Легко обвинить, понимаете? И я обычно ходил всегда с ними двумя, не ходил с одной. Хотя казалось бы, а что такого? Папа пошел с дочкой попить кофе. Я всегда говорил, дочка. Хотя сейчас я понимаю, что даже эта дочка, это тоже уже подозрительно. Слава Богу, я говорю. Она знает, это правда было такое. Я всегда громко, утрированно называл дочкой, чтобы никогда не называл их по именам, там Кристина, Ирина. Я говорил, дочка, дочка. Все видели, что я с дочерьми, и их... Не с одной, а с двумя сразу. Есть такие вещи, люди могут подумать, что они могут, а что хочешь, могут подумать. У меня довольно много родственников живет в Москве. Я помню, была однажды ситуация, но давно, уже много-много лет назад была такая ситуация, когда мы созвонились с родственниками, и они говорят, «О, слушай, Виктор, ты в Москве, а я был там на конференции, давай хоть встретимся где-то в центре, там вместе пообщаемся, кофе попьем, ты расскажешь, как там ваша Екатеринбургская родня, мы свое расскажем». И вот мы встретились, сидим, это было теплое время, и сидели в таком, в открытой веранде, там улица, люди ходят, сидим, рассказываем, да. А вот эта родственница, женщина молодая, она, ну, невирущая, она москвичка, сидит, пьем кофе, она достала сигареты, сидит, курит. И я такой представил, думаю, вот кто-нибудь, а я там проповедовал же в Москве, там церкви большие, и думаю, кто-нибудь пойдет мимо и увидит, что Виктор Судаков, пастор, сидит в кафе с женщиной, и она курит. Сразу видно неверующая, а что он там делает с неверующей женщиной, понимаете? И тут же такие мысли, мысли, мысли в голове пришли. Я думаю, да вообще все. Что может родиться? И я думаю, что от подобных ситуаций у каждого из нас немало, правда же? В юриспруденции есть такое целое понятие, называется презумпция невиновности. То есть ты не должен доказывать, что ты невиновен. Это другие должны доказывать, что ты виновен. И пока нет доказательств, что ты невиновен. Но часто в жизни происходит не так. Как говорили мы в детстве, докажи, что ты неверблюд. Попробуй доказать, что ты невиновен. Доказывать, что ты невиноват. Потому что люди, как я говорю, очень легко верят плохой, негативной информации. Почему же мы намного более охотно верим негативной информации? Почему мы так легко доверяем сплетням и слухам? Смотрите, апостол Павел пишет об этом. 1 Тимофею 6 глава. Почему же нам так легко верить в лжи, негативные лжи? 1 Тимофею 6 глава, 3 стих. Смотрите. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Если вы посмотрите вот это последнее словосочетание, лукавые подозрения в разных переводах Библии, они по-разному там дурные подозрения, ложные подозрения. Но всегда вот это слово используется, подозрения. Почему же мы с вами такие подозрительные? Почему же так легко видеть во всем подвох какое-то там вот двойное дно? Павел показывает. Это все исходит, смотрите, из гордости, да, в начале 4 стиха говорится, и страстью к состязаниям. Страсть желания конкурировать. Поскольку мы все себя чувствуем как некие бегуны во время забега, чтобы прибежать первым, можно либо стараться бежать быстрее других, либо подставить подножку сопернику, чтобы он упал. И порой намного проще, чтобы возвысить себя, вот это наша гордость быть выше. Это не расти куда-то там и вот развиваться, а опустить других людей, унизить других людей. Поэтому и возникают лукавые подозрения, когда начинаешь все там подозревать, негативно относиться. Я вам скажу, что это настоящий труд, когда ты априори стараешься относиться к людям как к хорошим, добрым и благословенным. Вот ты встречаешь человека, и ты его не знаешь, но ты изначально настроен, что это хороший человек. Потому что очень легко, ничего не зная, относиться к людям как к плохим. Подозревать их, думать о что-то. А если еще кто-то что-то сказал, там что-то, кто-то, вот какой-то слух до тебя донесся. Все это уже в черном свете. И этому человеку потом уже очень трудно отмыться. Даже когда потом бывает, там все, ничего не подтверждается, все, а уже вот, знаете, словно замаранный он в чем-то. Поэтому я вот вам советую, вот этот фильм «Охота», датский фильм 2012 года, посмотрите. Ну или приходите в пятницу вечером на наше молодежное молитвенное, и мы там все вместе одно из вещей посмотрим, потом будем молиться. Молиться за то, чтобы Бог дал нам вот этой силы, Бог дал нам этой мудрости относиться к людям правильно, положительно относиться. И апостол Павел, он отлично понимал, почему у людей возникают лукавые подозрения. Он понимал это не просто как теория. Он сам через это прошел и проходил всю свою жизнь. Его постоянно обвиняли ложно. Постоянно говорили о нем гадкие вещи. Посмотрите, послание к римлянам, просто один из примеров. Третья глава. Апостол Павел учил о благодати. Учил, что для прощения не нужны наши заслуги. Бог прощает нас только по своей великой милости. И тут же возникли сплетни, слухи, что апостол Павел потворствует греху. Что апостол Павел смотрит сквозь пальцы на зло. Потому что Бог прощает. Чего переживать? Греши и кайся, и Бог тебя простит. Делай зло, потом покаешься. Все нормально, не переживай. То есть, что Павел так либерально относится к греху и злу. И вот апостол Павел пишет в послании к Римлянам, третьей главе, восьмом стихе. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых». То есть, об апостоле Павле ходили разговоры. «А, да это же Павел! Это человек, который либерально относится к греху». И Павел говорит, нас злословят, будто мы так учим. То есть, они берут учение о благодати и извращают его. Кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Но в итоге о Павле ходят злые, о Павле ходит злая молва. Вот это такой человек. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», апостол Павел находился на суде у Феликса, где его обвиняли в том, что он пришел в Иерусалим осквернить храм. И Павел говорит, а что, это сплетни, это нас злословят. У меня не было в мыслях осквернять Иерусалимский храм. Однако его обвиняли именно в этом. И Павлу приходилось доказывать, что он не пришел осквернить храм. У него не было таких намерений. Поэтому апостол Павел не случайно, когда пишет Тимофею о церкви, о структуре церкви, о лидерах в церкви. Смотрите, 1 Тимофею 5 глава, 19 стих, он говорит, обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Мы понимаем, что все мы люди не идеальные, не несовершенные. Но, я думаю, как вот дьявол пытается разбить церковь, когда он раздувает наше несовершенство, раздувает какие-то маленькие ошибки, делает из них из мухи слома, через нашу доверчивость, через наш какой-то порой негативный настрой, чтобы все начали друг друга подозревать. Лидеров там, домашних групп, служителей, ум, разговоры. Вроде бы смотришь, а какие там факты? Никаких фактов нет. Однако разговоров много, и, как говорят, нет дыма без огня. И вот много таких разговоров, разговоров, разговоров. В свое время я помню, когда в конце 80-х я общался с братьями, которые прошли в своей вере через подполье в коммунистические времена, когда их сажали, когда проповедь Евангелия запрещали, когда им приходилось собираться в лесах, на окраинах нашего города. И вот они говорили, что порой давлением, как-то притеснением, запретами мало что могли сделать с евангельскими христианами. И нередко тогда пускали какие-то сплетни и слухи, и то, что не могли сделать вот таким прямым давлением, разрушали челюсть верующих, которые начинали доверять сплетням, слухам, негативной информации. Поэтому мы видим в Библии много говорится о том, что мы не должны судить друг друга внутри себя, в сердце своем. Мы не должны доверять непроверенной информации. И мы должны стремиться, если нет весомых, реальных доказательств, мы должны стремиться верить лучшее о людях. Это трудно, это тяжело. В нашей плоти, которая наполнена гордостью, жаждой соперничать, соревноваться, конкурировать. Наша плоть, она желает, хочет видеть все в черном негативном свете. Иногда у людей депрессия даже от этого бывает. Все черное, все негативное. Вот сейчас началась осень. И как говорят психологи, осень – время осенних депрессий. Когда уже, знаешь, все плохо, все плохо. Ну, что ж такое, все плохое. Отпуск закончился. Лето закончилось. Теплые деньки закончились. Отдых закончился. Сейчас работа и холод. Уже этот дождь, уже надоел мне дождь. Еще только в августе тебе жара надоела. Некоторые приходили в церковь и говорили, пастор, такая жара, даже в церкви трудно сидеть. У нас еще кондиционеры тут некоторые поломались. Говорят, ой, трудно. Когда же осень, чтобы можно было нормально в церкви посидеть? Сейчас приходишь в церковь, смотришь, опять недоволен, холодно. То в августе все мучились от жиры. Сейчас, говорят, когда же это отопление включить, да? То есть мы все недовольны. Вот и негатив, и какие-то негативные информации. И вот этот вот постоянный какой-то вот в нас этот негатив, негатив, негатив. И мы легко этому негатив. Мы сами наполнены негативом. И мы доверяем очень-очень легко негативу. И апостол Павел, мы читаем, он постоянно, он говорил, приходится доказывать, что вот он не собирается тут святое место сквернить. Нет у него никаких черных намерений. Мы, конечно, понимаем, что Иисус, он также учил, говорит, блаженны, когда будут поносить вас и притеснять, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. И мы знаем, что Иисус, он сам, конечно же, был также ложно обвинен, когда говорили, о, вот тот, кто хочет храм разрушить и через три дня восстановить его. То есть опять-таки обвиняли ложно. И Пилат выходил и говорил, в чем вы обвиняете этого человека? И вместо каких-то доказательств толпа кричала, распни его, распни, ну понятно, что он, посмотрите на него, точно, что он молчит стоит, если бы был прав, то защищал бы себя, объяснил бы, а он молчит стоит, точно виноват, сказать нечего. А если бы наоборот, он защищал себя, и оправдывался, и говорят, ну точно, если был бы прав, молчал, а тут видно, оправдывает себя, пытается обмануть нас. То есть, если есть негативный настрой, то, что бы человек ни делал, все истолковывается против него. И в этом фильме охота четко показывала, что бы вот этот воспитатель ни делал, все равно он оказывался виноватым. Все равно люди говорили, ну так точно, если бы не делал этого, он бы по-другому себя вел. А вот так вот и приходят обманы, приходят, и когда люди приходят на домашнюю группу или приходят в церковь и с подозрением относятся друг к другу. Почему? Столько негатива мы порой наслушиваемся друг от друга, друг про друга, что уже вот, ну найди человека в церкви, про которого никто никогда плохого не говорил. К тому же мы живем в обществе, которое наполнено негативом, сплошные негативные информации, какие-то все сплошные негативные прогнозы, негативные разговоры сегодня. Много же негатива. Я не знаю, как вы, я вообще рад, что, слава богу, осень наступила. Это время не для депрессии, для радости. Для радости. Аминь, брат. Для радости время. Время, я так рад, что можно прийти домой, чай сай горячий заварить и сидеть. Хотел я это сделать летом, пришел домой, а когда в жару приходишь домой, то не хочется чай заваривать горячий. Правильно? Сейчас приходишь, заваришь чай, сидишь на кухне с чаем. Весело. Слава богу, за осень. Ждем, когда похолоднее будет. Правда же? В конце месяца женская конференция. Слава тебе, Господу. В октябре у нас конференция молитвы и поклонения. В конце едем на выезд. Молчание. Наконец-то замолчим все на неделю. А потом у нас праздник будет большой. Позже вам расскажу об этой радости. В конце ноября, в начале декабря. А потом у нас Рождество. А потом Новый год. А потом второе Рождество. А потом второй Новый год. Вообще. Сколько хорошего, радостного. Посмотри, к каким благословенным братом ты сидишь. Посмотри, если эта сестра еще лучше. Вы понимаете? Вот это делать... Это часто, когда пытаешься настроить себя на хорошее, это неестественно как-то звучит. Как-то вот неистик. Говорят, ну пастор, что ты тут вот... Что ты тут как бы оптимист такой прям. Тут сидишь оптимист. Вот когда мы все рисуем в черном свете, мы не говорим, что мы пессимисты. Мы говорим, что мы смотрим реально на вещи. А когда говоришь о чем-то радостном, сразу оптимист. Но в действительности драгоценной важен наш настрой. Наш настрой. Скажешь, пастор, пастор, я вот про этого брата-то точно знаю. Это не сплетни, сам видел. Может быть и так. Но как это ни странно, люди меняются. У меня было несколько раз в жизни, знаете, когда я какие-то вещи в жизни видел некоторых христиан, и у меня вырабатывалось к ним определенное отношение. Потом время проходило, люди каялись, изменялись, а я продолжал к ним также негативно относиться. Я помню, однажды Господь, я молился, Бог говорит, я словно почувствовал, как будто Бог, я не слышал вопроса, но словно мысли пришла. почему ты так относишься вот к тому? Я говорю, как, Господи, почему? Как, почему? Так я же сам знаю, как вот в 1997 году. Я сам знаю, это я лично видел. Бог говорит, так уже больше 10 лет прошло. Я тут задумался, а вот сейчас, я вдруг увидел, что сейчас человек-то стал другой, а я к нему отношусь в десятилетней давности. Понимаете, о чем я говорю? Время идет, все меняется. И это очень опасное оружие дьявола, очень опасное оружие, лукавые подозрения, когда люди становятся в церкви жертвой подозрительности. И бывает, человек, ему трудно, он вроде бы и хочет Богу служить, хочет быть частью церкви, но чувствует себя отношением. Что ему делать? Уходить в другую церковь? Куда? Поэтому Павел так и говорит, что да, конечно, есть зло, но не принимай обвинения на ближнего слишком легко. Когда тебе говорят, ой, знаешь что, вот этот человек вообще насильник? И ты думаешь, точно, ведь он в прошлое воскресенье со мной не поздоровался в церкви. Уже тогда меня кольнуло что-то с ним не то. И как я сказал, мы начинаем все, что видим в человеке, слышим от него, все это как бы в минус ему приписывать. он точно такой, он точно такой. И в итоге мы участвуем в травле невиновных людей. поэтому к тому, что я говорил в проповеди о жертве насилия, очень важно вот добавить то и те местописания, о которых мы говорим с вами сегодня. Потому что иначе может возникнуть отношение, что все отцы, у которых есть дочки, они точно насильники. по крайней мере, потенциальные. А если уж отчим там и ребенок, ну все, тут стопроцентно гадости, просто мы не знаем еще их. Как говорят, что то, что вы не сидите, это не ваша заслуга, наша недоработка. То, что о тебе еще все думают хорошее, это не то, что ты хороший, это просто мы не все еще знаем. Поэтому есть обвинения на служителей церкви и если откроешь, то тот же христианский интернет и смотришь там, ну вот про любого проповедника можно прочитать гадости. Про любого. Про любого. Ты скажешь пастору, но ведь есть же злоупотребление? Да, есть. Но вот я вам скажу честно, я знаком со многими пасторами, да, есть вещи, которые для нас, Диана, очень болезненные, когда мы видим в жизни какого-то служителя абсолютное большинство пасторов и проповедников, с которыми мы знакомы, это честные, благословенные люди. Это правда. Они несовершенные, они не идеальные, но они честные, благословенные люди. Но почему-то, когда судят о проповедниках, а вот в нашем мире как бы модно смеяться над проповедниками, смеяться над проповедей, разные юмористы любят копировать, о, это проповедник, вот так, так себя ведет, вот так, так. И как бы уже как будто всем понятно, да все не лицемеры, все не играют. Нет, не все. Далеко не все. Что, пастор, нет что ли лицемеров? Есть. А где нет лицемеров? Где нет? Я, конечно, понимаю, это болезненные случаи, но из-за нескольких ужасных случаев нельзя же ко всем относиться изначально, как, о, ну, точно, этот человек какой-то не такой. Про всех говорят гадости. И тем более, когда люди становятся публичными, то тем более, ну, есть хоть один политик у нас, старинев, что про него не говорили гадости. Нет. Все гадкие, все ужасные. Про всех. Про всех. И люди в этом мире очень склонны обвинять и верить непроверенной информации. Но, драгоценные, мы-то с вами не от этого мира. Мы-то с вами не от этого мира. Понятно, есть болезненные случаи, и мы в этом случае призваны обличать и исправлять. Когда грех, когда неправда. Но мы должны понимать, что мы делаем. Потому что обличение в грехе и лукавые подозрения это разные совершенно вещи. Обычно лукавые подозрения никогда не говорятся прямо человеку. Помните, в Слове Божьем говорится, да? Если ты видишь брата согрешающим, да? Иди всем расскажи. Нет. Иди скажи ему. Помните, да? То есть, реши эту вещь. Лично. Если он не принимает, возьми двух или трех свидетелей, то есть, которые в теме, которые в курсе, которые понимают. И постарайся, чтобы этот человек покаялся. То есть, не нужно делать... Так вот, в этом фильме очень четко показано, когда возникло только в начале подозрения, нужно это было решить. Но с этим человеком, с воспитателем, никто разговаривать не хотел. К нему сразу отнеслись, как к прокаженному. Слово Божие учит. Слово Божие учит, нужно постепенно. Не поверят, скажите, а уж если и церкви не поверят, тогда будет он вам, как мытриязычник. То есть, когда есть проверенные вещи, то даже в этом случае нужно все делать постепенно, стараться исправить, не позорить людей. Не выставлять наготу другого на посмешище. На это общество только видит какой-то негатив. Все нужно тут же сообщить всему свету. Поэтому желтая пресса такая популярная. Там куча всякого негативного. Это привлекает. Людям нравится негатив про других. Наша плоть радуется негативу про других. Она пытается сама это сделать негативно. И легко доверяет этому негативу. И вот посмотрите, еще одна история из Ветхого Завета. Третья книга Царств. 21 глава. Не такая известная история, как про Иосифа, но на ту же самую тему. И вот смотрите. И было после сих происшествий, первый стих. У Навуфея, изриэльтянина, в Изриэле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он того стоит. Ну вот ситуация, когда одному человеку понравилась земля другого человека. И он говорит, слушай, у тебя хороший сад, продай мне свой сад, я здесь делаю овощные грядки, хочу овощи тут выращивать. Ну, Навуфея, и сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Вы знаете, вот иногда у нас возникают классные предложения, вот классные идеи, и все бы хорошо, да другой не согласен. И когда другой не согласен, наше христианское отношение уважать точку зрения, даже если она не соответствует нашим планам. Но порой люди ради своих целей готовы идти напролом. А если они сами не готовы, то рядом находятся те, кто готов. И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. Ну, вот не хотел. Деды его были на этой земле, отцы, деды, прадеды, ну, не хотел он продавать, ну, его право. Вот Ахав огорчился, лег на постель, отварил лицо свое, не ел ничего там. Вошла к нему жена, Иезавель, Иезавель, и сказала, а чего встревожился дух твой, что ты хлеба не ешь? Он сказал, когда я стал говорить Навуфею, отдай мне виноградник за серебро, он сказал, не отдам. И сказала ему, Иезавель, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб, будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфея. Очень часто, знаете, у людей есть свои планы, и они ради достижения своих целей готовы оболгать невинного человека. Но наша плоть такая развращенная, что иногда даже цели не нужны. Некоторые готовы говорить гадости, просто ради развлечения. Даже вот цели нет. А вот, как на Руси говорят, вот сдохла корова у соседа, мелочь, а приятно. Вроде бы какой тебе толк, плюс какой, а никакого. Вот зачем ты это делаешь? Ну ради чего? Какая прибыль-то у тебя? Да прибыли никакой нет, но приятно делать гадости. Ну вот тут, конечно, была цель, да? И написала она от имени Ахава письмо, запечатала его печатью, послала письма к старейшинам знатным в городе, живущим с Навуфеем. В письме писала так, объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе. Против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, ты хулил Бога и царя, и потом выведем его, и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказало имя Изавель. Объявили пост, посадили Навуфея во главе народа, выслушали и выступили два негодных человека, сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили Навуфею, хулил Бога и царя, и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. Видите, всегда находятся негодные люди, которые за небольшую мзду готовы говорить ложь, готовы лже свидетельствовать. Не случайно, вот заметьте, вот в заповедях, вот есть заповедь не лги, а есть не лже свидетельствуй. То есть вот ложное свидетельство, когда твоя ложь направлена конкретно на обливание грязью другого человека. И послали к Изавель сказать, Навуфей побит камнями и умер. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Изавель сказал Аллахаву, встань, возьми во владение виноградник Навуфея, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер. Когда услышал Аллахав, что Навуфей был убит, встал, чтобы пойти в виноградник Навуфея и взять его во владение. Вот, казалось бы, все, достигнута цель, и деньги сэкономил, и виноградник получил. То есть, смотрите, кажется порой, что ложь про ближнего это самый дешевый и самый быстрый путь достигнуть своей цели. Но вот смотрите, 17 стих. Было слово Господня к Ильи Весвитянину. Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, так говорит Господь, ты убил, и еще вступаешь в наследство. Казалось бы, Ахав-то ведь не убивал. Прямо. Но в действительности ложное свидетельство, это является убийством. Убийством. Когда убивают репутацию человека, убивают имя человека, доброе имя убивают, все растаптывают. И даже потом, когда бывает, время проходит и реабилитируют. Как у нас, помните, в свое время, сколько людей было реабилитировано. кого невинно убивали в сталинские времена, в ГУЛАГах. Сейчас до сих пор пытаются, говорят, не было такого. Да как же не было? Как же не было? Сколько у меня родных, с одной стороны, на фронтах погибло Великое Отечественное, с другой стороны, было убито в ГУЛАГах. Кто-то скажет, что у меня не было. И какие громкие часто процессы бывают, громкие обвинения, а потом втихую реабилитируют, а потом еще сомневаются. Поэтому ложное свидетельство это убийство. Даже если человек в живых остался. И скажи, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь на Вуфея, псы будут лизать и твою кровь. Слово Божие говорит, ложно обвинив, человек пожнет то же самое. Распуская сплетни, будь готов, что будут сплетничать о тебе. Слухи разносишь, о тебе будут слухи разноситься. Что посеешь, что пожнешь. Посеешь в плоть, пожнешь от плоти. Посеешь ветер, написанное в Ветхом Завете, пожнешь бурю. Посеешь в дух, с другой стороны, пожнешь духовное благословение. То есть все мы, все мы сеем. И поэтому, конечно же, с одной стороны, когда мы видим зло, когда мы видим нечестие, когда мы видим обманы, это должно быть четко выявлено. И важно называть вещи своими и винами. Но с другой стороны, важно не идти на поводу эмоций или чувств, и не грести все под одну гребенку. Да, есть насильники, но есть, слава Богу, не насильники. Да, много есть лукавых людей, но, слава Богу, есть и искренние люди. Поэтому Слово Божие побуждает нас не осуждать, не быть скорыми на осуждение, на обсуждение, не сплетничать, не говорить гадости, не разносить непроверенную информацию. Иначе мы будем как Ахав, иначе мы будем как Иезавель. И так важно жить в мире, где не царствует только лишь подозрительность, когда люди во всем подозревают друг друга. Скажешь, пастор, но мы многое не знаем, мы многое не знаем, давайте относиться друг к другу, как можно лучше. Как можно лучше. Конечно, когда есть факты, когда есть данные, это одно. Но мы видим, даже факты пытаются подтасовать, поэтому важна мудрость. Там вот видим ложные свидетели. Сегодня немало есть, там, благодаря современной технике, там, всякие фотошопы, когда можно монтировать фотографии, видеозаписи. Сейчас уже неизвестно, чему верить, да? Все легко делать, все легко фальсифицировать. Поэтому Библия говорит, живем в последние времена. Грязи много, лжи много. Но вы в это время должны, живя в этом мире, быть не от этого мира. И в самом конце, давайте откроем послание к Галатам, пятую главу. 14 стих. Апостол Павел говорит, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Вот Павел четко показывает, что все то, о чем мы говорим, эта проблема имеет простое объяснение недостаток любви. Потому что, когда ты в действительности любишь человека, ты не будешь о нем слушать непроверенную негативную информацию. Ты не будешь о нем сплетничать. А вот когда тебе все равно, ну и сказал, и сказал, ну я же не виноват, мне самому сказали. Когда мы любим, тогда в действительности мы будем до конца сражаться за репутацию нашего ближнего. Тогда мы не пойдем на поводу лукавых людей. И у нас будет мир в наших отношениях, в наших семьях, в наших домашних группах, в наших собраниях, служениях, в нашем современном христианском мире. Я уже давно перестал посещать всякие христианские форумы, обсуждения, христианские мегапорталы, потому что столько негатива, обвинений, обличений друг друга, непонятно, всех, все обвиняют всех во всех всевозможных грехах. Я захожу, конечно, на сайт нашей церкви, где мы говорим о служении, но для меня обвинение слишком серьезная вещь, чтобы просто так вот походя слушать, кто что скажет, кто там, кому что в голову придет, потому что это же наш ближний. Когда тебе человек очень дорог, ты не будешь про него слушать гадости, а когда ты говоришь, что ты любишь его, он словно, если он слышишь гадости, то твоя любовь не настоящая, не настоящая. Поэтому лекарство от этой проблемы одно, возрастать в любви друг к другу. Любовь это не всегда гладить по шерстке, любовь иногда и обличать, правда же? Но обличение в любви нашего брата и нашей сестры совершенно не то же самое, что сплетни, слухи и лукавые подозрения. Совершенно разные вещи. Поэтому Павел говорит, весь закон в одном слове, люби ближнего твоего, как самого себя. И дальше он говорит, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот главный пост, который должен быть у нас в церкви, не есть друг друга. Вот моя семья, вот дети мои сидят, да, дочь, они знают, что мы тоже на этой земле живем, на этой земле ходим, соберемся вечером и вот кто-нибудь там расскажет, дети там где-нибудь на молодежке что-то услышали, ой, папа, ты знаешь, а вот этот брат вот знаешь. И у нас есть правило, я могу это сказать, потому что они здесь есть, и я не могу брать им в глаза. Я говорю, мы про верующих в нашей церкви не говорим негатив так просто, если реально, нужно это реально обсуждать с реальными фактами и доказательствами. А вот просто так за столом между делом поговорить, какой тот брат вот возможно нехороший, что он там возможно делает, этого мы не делаем дома. Я не хочу быть сплетником и распространяющим слухи. Точно так же у нас бывает в семье, скажешь, ну пастору церковь, когда бывают там разговоры, а вот вот тот родственник, я говорю, это наш родственник, мы не говорим негатив про родственников, не говорим, ну это, мало ли что, кто-то это, кто-то там где-то слышал, как-то по-своему понял, кому-то сказал, и мы давайте теперь будем сидеть, обсуждать, мы не знаем ни что там было, никакая ситуация, никакие мотивы были у человека, но зато мы всем будем ставить свою оценку, с какой стати. Мы не обсуждаем это, не говорим и не обсуждаем. И вот знаете, это очень важное правило, не есть друг друга. Собрались на ужин, давайте кушать, не друг друга. И не наших ближних, и не там кто-то кого-то про кого-то что-то там сказал, кому-то там рассказал, про кого-то там это. Что-то там кому-то показалось, и он потом сказал, ему там не показалось, а тому показалось, а тот был уверен, а тот сказал мне тоже там что-то это, а кто-то был зол на него и сказал, да сто процентов так. И потом, когда начинаешь разбираться там такое что-то, где кто, что знает, да я вроде бы, да нет, это мне сказали, а ты, да я ему, откуда взялось? Откуда взялось? Почему мы с такой готовностью съедаем друг друга? Вот просто дай нам только. С такой готовностью верим гадостям друг про друга. Я бы очень не хотел, чтобы после последней проповеди жертвы насилия мы стали думать, так, будем сейчас насильников выявлять на каждой домашней группе. И каять их тут. Это, конечно, большая проблема. Но вы поймите, нужно мудро относиться. Если даже уже в юриспруденции есть презумпция невиновности, то у нас, то у христиан тем более Слово Божие говорит. О чем ты должен думать, прежде всего? О том, что любезно, что достославно, о том, что добродетель и похвала, о том помышляйте. Так же написано? Я вам скажу, я многие вещи не знаю. И я думаю лучше. Думаю лучше. Если какие-то вещи приходят, нужно к ним серьезно относиться и реально их проверить. А не огульно верить всякому слуху и всяким сплетням друг про друга. Друг про друга. И такое отношение является отношением любви. Потому что, по большому счету, даже когда есть какая-то неправда и грех, только любовь и отношение правильное с любовью может помочь этому человеку исправиться и слиться. Но когда мы начинаем гадости и сплетни и слухи, ничего мы этим не поменяем, даже если, может быть, есть там какое-то и основание. Потому что те, кто говорят негатив, сплетни и слухи, они не думают о том, чтобы помочь человеку. Они просто наслаждаются негативом. Потому что наша плоть любит все негативное, все черное, все плохое. Поэтому я вам говорю драгоценное. Давайте об этом помышлять. Не участвуйте во всех этих интернет-разборках, когда там служители обсуждают, осуждают, критикуют всех. Кто-то там что-то говорил, какие-то такие вещи. А вот там какая-то новостная программа про кого-то там что-то показала, про какого-то проповедника. Ну вы помните, какие новостные программы у нас в Екатеринбурге ходили про нас. Ну вы помните же. Что же им верить? Ну почему-то мы знаем, ну да, про нас-то это ложь была, но там вряд ли ложь. Почему? Ну это же про нас, а это про тех. Наша церковь, наверное, одна из таких вот немногих в России, кто на собственной шкуре знает, что это постоянно быть поливаемой грязью, когда нас несколько лет это делали. Правда же? И один из великих уроков, которых я тогда вынес, вот из той ситуации, когда у нас стояли пикеты, когда про нас писали негатив, сплетни, слухи, когда уже даже некоторые мои родственники сомневались, надо ли меня бояться или нет. Одна из вещей вынес, знаете, униженные и оскорбленные очень часто, когда у них есть у самих возможность, с удовольствием унижают и оскорбляют других. Гонимые, если у них есть возможность, нередко сами превращаются в гонителей. Поэтому очень важно не уподобиться, не уподобиться этому. А второй урок, который я вынес, не всякому слуху верьте, а точнее никакому не верьте. Потому что настоящая информация, настоящая правда, сказанная в любви, имеет цель одно исправление и это совершается совсем не так все. Поэтому, драгоценное, пусть Бог нам даст мудрость. С одной стороны, изобличать всякую неправду и грех с другой стороны, не давать дьяволу увидеть все в черном цвете и везде видеть только плохое. Потому что это тоже неправда. Пусть Бог даст нам этой мудрости правильно относиться. Это важно и в церкви, и в домашних группах, и в семьях наших. Везде. Правильным, мудрым, честным отношениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова